А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 650-й день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина! А накануне, после того, как Палестина нарушила согласованное перемирие, Израиль начал опять бомбить сектор Газа. И уничтожать различные пристанища, а также бункера палестинских террористов. Да-да, не удивляйтесь! Притом авиация Цехау начала бомбить не только северные районы, а также и южные районы данного анклава. А сегодня в вооруженных силах Украины подтвердили, что они нанесли массированный удар по складам горюче-смазочных материалов в Луганске. Местная нефтебаза взлетела в воздух. Образовался большой бодобур. Этой же ночью вооруженные силы Украины успешно с помощью БПЛА поразили склад боеприпасов и бронированную технику в Сватовском районе Луганской области. И российским нерудям не будет покоя нигде. Мы обязательно освободим нашу святую украинскую землю. А в это время ВСУ своими многочисленными контратаками возвратили себе все утраченные позиции под Авдеевкой. А в это время потери российских оккупантов на войне в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1030 российских захватчиков больше никогда не вернутся в Россию живыми. Потерь в вооруженных силах России нет. А всего же с 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 333 840 российских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова